С утра мне позвонил блогер, зовут его Ахмед Венглби. Он мне позвонил и предложил обмен на свой ИК-6М. Блядь, ну хрустит, конечно, неприятно. Ты сломал привет, правильно? Да. Сломал, зачем? Где, где, где? Она как мужчина. Это не холхоз? Как мужчина. Это диван, да, брат? Ремни 80 сейчас. Ну смотри, да? Руку, руку, руку. Мы забираем GTR. Всем привет, друзья, это новый выпуск. В этом выпуске, скорее всего, я продал Nissan GTR. Но судя по названию, вы уже это поняли. С утра мне позвонил блогер, зовут его Ахмед Венглби. Многие его знаете, он снимал обзор на мой Nissan GTR. Но когда я еще не был его владельцем, он мне позвонил и предложил обмен на свой ИК-6М в кузове F86 2017 года. И, скорее всего, этот обмен мне будет интересен. Сейчас я буду ему звонить и говорить, чтобы он выезжал. И у нас сейчас состоится обмен. Ехать ему с Махачкалы тоже не близко, но обмен интересен для обоих. Он будет снимать на нем какой-то контент такой же, который снимал я. А ИК-6М я возьму ненадолго поездить и продать. В общем, посмотрим, что из этого выйдет. Поехали. Посовещались. Мой пиар-менеджер что говорит? Миллион, нахуй. Сто процентов? Миллион. А нам это нахуй надо, такой вопросик. Нахуй надо. Но продать можем дороже, да? Поэтому, короче, звоню я сейчас Ахмеду. Заткни рот. Сейчас звоню Ахмеду, короче, пусть выезжают. Что, все, звоним или звоним? Напиши в комментариях. Куда написать? Виток. Алло. Ну, выезжайте, хорошо. Давай, буду ждать вас. Сколько вам ехать примерно? Часов 12. Ну, мы побыстрее дойдем, мы без номеров. 27 октября, полдвенадцатого ночи. Иду забирать ГТР с мойки. Завтра приезжает Ахмед и Гаджи Гаджиев. Будем меняться на Х6М, на мой Ниссан ГТР. В общем, завтра будет весело, я думаю. С ними еще Расул. Знаете, да, наверное, кто это такой? Тоже один из интереснейших персонажей. Короче, посмотрим. Должно завтра быть весело. Жалко, конечно, прощаться с ГТР. Целый год я им провладел. Много где был. Всяких разных интересных историй было с ним. Но за целый год он меня ни разу не подвел. Никаких проблем я с ним не испытал. Хотя многие владельцы ГТРов жалуются о том, что ГТР это капризная тачка. Ну, не знаю, мне попался, наверное, такой реально хороший. Ну, жалко отдавать для себя, потому что тачка уже считается моя любимая. И многие знают меня как владельца золотого ГТР. Надеюсь, Ахмеду она тоже будет служить верой и правдой и не подведет его. Уже подхожу к автомойке. Сейчас посмотрим, как я ее крайний раз помыл. Подготовил к приезду пацанов полностью. Все вымыли, вычистили. Вон желтая. А, это пылесос. Вот он стоит, слиток. Вот такой красавчик. Уже сухой. Я оставил его на час, пришел через четыре. Ну, так вот. Так, надо пойти рассчитаться и поеду в город. Сделаю последний круг. Ох, подписчик меня встретил. Говорит, можно прокатиться. А я думаю, блядь, последний раз в Анапе. Последнюю ночь. Чего бы не осуществить мечту. Она тобой в машине. Кринь, когда погадаешься. Чего, говоришь? На такой машине хрен, когда покатаюсь. Давай. А тебе тучка? А, опф. Пристегивайся. По выпускам нормально ездишь. Тронировался. Пойдет. А ну нафиг. Какая тачка? Кесит. Чуть побыстрее, да? Ну, немного есть. Блин, нафиге наружи. Бля, я в шоке обечаю. Пиздец. Теперь хочешь ГТМ? Да. А вместо пады. Охренеть, как это едет. В X67 же так не будет ехать. Да нет, конечно. А вот в X67 быстрее продается. Ну да. И что в двух словах скажешь? Охуеть. Охуеть. Это два слова, да? Охуеть и охуеть. Пожалуйста, да? Блин, есть, честно, да. Она выделяется в городе вообще пипец. А тут справа мне пищише. Блин, спасибо большое. На всю жизнь такое запомнил. Спасибо. Давай, удачи. Как ты тут? Ага. Сильнее? Ага. Все, блин, спасибо большое. Давай. Давай, удачи. Давай. Кайфанул пацанчик. Кайф, конечно. Когда пацаны получают удовольствие прям. Из детства он такой уж руки тряслись. Он когда фотографировался вообще прям. Ладно, все. Погнал я спать. Завтра в 9.00 приезжают пацаны. Перемещаемся в завтрак. Ой, Сад Игоревич. Ага. Добрый вечер. У меня по карте будет. Что ты, говорят, любишь, да, быстро ездить? Да. Да? Ну, не особо раньше. Это молодежь, Белый. А, что за сует... Ты снимаешь, что ли, только? Блин. Что, нормально? Чего-то отстрелы жесткие. Это новый выпуск такси эконом? Походу. Ай, блин. А, Сул, что думаешь? Останемся в Анапе? Перетанчиком, мы катаемся. Не, понял. Остаемся же. Что-то интересно стало. Садик, все по строчке дают. Страшно уже. Да не, да. Вот они из-за выхлопают. Такой породный, если атмосферник. Как будто стреляет сзади. Она боком нормально дальше-то. А ну, ладно, кольцо. Че, старче. У меня при входе я не спал вообще. Какой при входе? Может, еще что-то делал? Я не спешку вазу, приход непонятно. Такой. Че за чугавишь у тебя, Расул? Приход у меня. Че за АЦ-шки, что ли? Ой, 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 ой. Эй, эй, эй. Эй, эй. Расул, у тебя там вся прибыль вылетела. Эй, эй, эй. Эй, эй, эй. Ой, 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 ой. Так, сюда, да? Да, да, сюда, сюда. Где-то крышка, видишь? Да, да. Как это называют, эта машина? Это Lex. Не Lex, вот так машина. А, GTR. А, вот это? Да, мы с тобой. Давай, давай, сейчас запаркуйся. Да, да, паркальцево, дожди. Ты че, прибыль оставляешь? Конечно, брат. Да, чай. Момер тоже оставил, брат, я тебе обязательно кину бабки, брат. Все, принял. Мой брат, железный, мы не кидал его, да? Не, не, брат. Ну по тебе сразу видно, что че-то. Да, нормально будет. Нормально сделай, скажи ему. Да, нормально сделай, нормально будет. Все, принял. Да, я тебе говорю, она большая, блядь, хуй вас. Блядь, ну хрустит, конечно, неприятно. Я че говорю, она как, блядь, капсула какая-то. А, надо же переключать вручную, да? Да, да, да. Пораялась. Пораялась? Она большая такая. Даешь в ногах. Как ты большой. Ну да. Короче, думаем. Я думал, поменялся. Да? Ну пацаны что-то не думают. Менят. Это нахуя? Это подборщик. Да нет, наша тачка-то нормальная, нам что стесняться? Ну были. Вот этот хруст у меня уже. Ну конечно, бля. Ты что скажешь? Да офигенная машина. Кстати, ты в GTR покупали, ты в этой куртке был. В GTR продаем, ты в этой же куртке. А это уже так, да, так сказать. Только уже не бухой еще. Слышь, пьяница. Ты на видео снимаешь, Зайпа. Нет, это фото. Ты снимаешь на видео. А куда мы завтра? Бля, Влад, я бухой, отъебись по-брански. Алло. А? А ветер можно что-нибудь сдать? Да можем что-нибудь сдать. Так, все, идет съемка? Да. Так, пристегиваем время безопасности. По-моему, не снимали, как мы здоровались, как мы познакомились. Ну что? Что мы хотели сделать. Ох, бля. Вот я дурак. На ручнике, да, проехался? Да. А, сколько я тебе за это должен? Ну, 3700. У меня обычный праздник. За все. Нет, смотри, брат, смотри. Тут уже мы хассажерский вариант предлагаем тебе сделать. Денег нет, да? Потом переведем. Три бумаги? Ага. Нет, нормально, я же вижу. Окна открыл, чтобы послушать выхлоп дурной. Уи, бля. На камеру не слышно было. Нет, чтобы ты сам послушал. Да, он дурной? Бля, честно говоря, очень. У меня на целости громче. Так, дай мне это самое, да. Все. Здесь больше ничего не надо нажимать. Все. Она же вот так, вбоку. Ты знал, Гаджи? Знал. У меня к ней удобно, брат. Очень неудобно. Красный, красный, красный. Я просто на все красные проезжаю, понял? У меня я без номеров сидел. Это вырежи только. Не, не вырезай, оставь. У него права тоже нету. Тебя же не смотрят наши сотрудники? Нет. Все отлично, что хочешь говорить. Я лишенный прав, управляю транспортным средством. Это шутка, если что. На самом деле у меня есть права, все четко. Я не привык, я не привык. Сейчас я привык. Не, она на третье пойдет, у Цы. Есть разворот, да? Не, не, прям там. Боишь разворот? Не, 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 не. Так, не развернешься, сам сзад заеду. Хорошая цешка, блин. Нравится? Да. Она и маленькая, удобная. Сейчас сидение, если я повыше подниму, мне вообще будет удобно. Я люблю, когда я наверху, а руль внизу я помещаюсь туда в камеру. Да вроде должен. Жалко, нарушать нельзя. Ты только что камеру поймал. Да? Я тебе закину. 260. Плюс и минус, ахмель. Ты что думаешь? Когда-то давно, в далеком, в 2021-м, 19-м, мы снимали ролик на C63 желтого цвета. Даже было же в Чечне. Есть у нас такой хороший приятель, Арсан Каратаев. Классный парень. Парень тоже что, мужик. Вот с ним, короче, мы ездили. Блин, первые ощущения тоже не прям вау, но были очень сильные. Ну не прям вау, мы же не ездили никогда, у меня машина Приора. Аккуратно. Тихо, тихо, тихо. Она как легко ездила. Ай, блин. Ты что там, катапультировался? Ай, блин. Она, знаешь, жопа легко гуляет. Слишком. Так, чем на М5 легче жопа выбрасывает. А почему она выравнивает? А, я теперь понял, у нее арки цепляют. Вот в чем причина. Я точно только сейчас зацепил, до этого не цеплял. А до этого почему она останавливала? Не знаю. Ты не привык? Нет, у нее не останавливалась она. Подожди, давай еще раз. Сейчас. Смотри, как. Камеру проедем. Блядь, мужчина тоже плеет. Так, буду держаться. Вот, она остановилась. Почему? Она на третью скинула просто. А зачем? Она переключает, ты же до отсечки бьешь. Она сама переключает, да? Ну да. Я же забыл, это же Мерседес. А, вот же механика. Вот сейчас не будет она так делать. Так ты делал? Я вообще на обычном делал. Я никогда на механику не переключался. Только навстречу, чтобы не вылетело. Не вылечу. Вот сейчас я понял. Здесь у вас лучшие дороги, чем у нас. Намного. Да вы просто на самой нормальной дороге и все. Остальные тоже там. У нас таких нет вообще. Реально. Не, ладно, давай не будем обманывать. Про вот эти права я пошутил. У меня все есть. Мы сейчас находимся в 2022 году. И в далеком 2019-м я первый раз сел за этот автомобиль и ощутил такие эмоции. Потому что это была первая машина, первый аппарат, на который мы с Гаджишкой сели. Мы с ним в ахерах были. Помнишь? Первый аппарат. Как будто самолет, прикинь? А сейчас я его вообще не чувствую. Дай газ. Вот. Просто как будто на обычной машине едешь, прикинь? Нет. Не на обычной? И что, чем вас удивить? Она меня не удивит вообще никак. Но она мне нравится. Она маленькая, она такая удобненькая, выхлоприятная. Уже мне, не, мы друг другу говорим, хотим две цельщики, понял? Просто так, чисто убивать, сжигать резину, она права, наверное? Как он сделал, вот так сделай, рядом с ним встань. Понимаешь? Ну да, знаю. Может дальше чуть-чуть? А там мы хер развернемся потом. А через спортсмены не разворачиваешься? Нет, нет. Это же на мне ответить. А тут нельзя-то. Я же за рулем. Согласен. Ну, с меня же будете просто, правильно? Сто процентов. С тебя же не будет ничего. Да. Точно? Нет. Значит, можно мне что угодно делать? Если твою машину там не поймают, ничего не сделают. Ну да, главное, чтобы она цела была просто. Все, если машина не целая, я тебе свои ключи отдаю. Понял. А чего? От дома. От гаража. Здесь плохая дорога. Здесь такая дорога. Арки будут забыли. Да, да, да. У него сзади 300 какая-то резина. 305, 25. Давайте 25-25. Возьмемся в другую сторону. Ты тронцов хотел, да? Эфиг нахрен. Да. Здесь, блин, дороги такие есть. Я один хоть поворот нормально хочу залететь. Да уже было хорош, но... Крутануться хочешь? Не, хватит. Опасно, бра, опасно. Ты что, по салону гуляешь? Что, нормально дал, нет? Пойдет. Надымил. Как раз только вчера новую резину поставил. Пойдет, она перегрелась. Это хаз-вариант, да? Да. А тут камер много, да? Да, блядь, весь город утыкан. Все, комфортно. А что на веранде скинуть? Да, мне не скинуть. Да не надо, аккуратно поездить. Да, спокойно. Пусть воздуха хапнет, а то она пиздец. Задушилась. Вот что в мерсах мне не нравится, они сразу нагреваются. Вы видели, да, пацаны? Как? Ты видел это? Что было? Я тебе сейчас покажу, я там такую красивую машину увидел. Посмотри, какая. Реально? Да, у вас в Анапе такие тоже есть, да, сочные. Посмотри-то сюда, посмотри-то на нее. А, шалей! Я такую, такую красивую машину кладу. Ты про золотую? А, в натуре заедь, заедь, глянем. Нет, там какой-то колхоз стоит, по-моему. Нет? Какой колхоз? Не знаю. Вот, ну что, это ГТР спортивная тачка. Ты уверен? Да, сто процентов. Она не колхозная, да? Вообще четкий цвет. Ты уверен? Я тебе говорю. Иди, я тебе покажу. Давай. Иди, я тебе покажу. А твои подписчики оценят. Ну, давай. Бай! Просто на эту золотую пленку посмотрите. Посмотри-ка, это не колхоз? Да, как мужчина. Как мужчина. Смотри, так. Хорошо, ладно. Это золотая пленка. Это что? Это что такое? Брат, наклейка. Зачем? Это реклама у него. Это колхоз. Ладно. Когда у тебя спонсор Мишлен будет, посмотрим. Вот эту я оставлю. Я прощаю. Вот это. Ну, хорошо. На гонках 0,8 смотри. Хорошо. Инстаграм. Ладно, все, вопросов нет. Вот это что? Надо снять. Как переводится, знаешь? Колхоз же? Моментом может, я знаю, как переводится. Как переводится? Не буду говорить. Это диван, да, брат? Это стол Макдональдс. Кушать. Вот, смотри, пожалуйста. Раз и все. Мы когда-то снимали такой уже с гаджишки, именно с этим геттером. В натуре? Хорошо, идем сюда. Не видел. Хорошо. Смотри, на геттере как надо. Аккуратно. Вот так руку. Только не туда ты тыкаешь. Вот сюда. Тосунул. Вот так. Ага. А что закрыто? Закрыто, прикинь. Открой, пожалуйста. Ты знаешь, что это вообще? Машина, это спонсор. Это машина колхоз. Ты зачем за ней ехал тогда, слышишь? Открыть еще раз. Да открылось вроде. Че сочел? У тебя не получается? А, надо. Так, смотри, смотрим сюда. Великое произведение искусства на Ниссан. Знаешь, что напоминает? Вот, смотри, ВАЗ-2014 молодой пацан купил себе, отец бабки дал и сам тоже там чуть накопил и поставил себе музыку. Вот, смотри сюда. Просто смотрит, подиум и купил музыку, бам-бам-бам. Бас, бочка, все дела. Бас, бочка, это на дагестанском сабвуфере, ты же понял? Да-да-да. Вот. Ну, братан, не знаю я, вот твои подписчики сейчас сами напишут. Ага. Эта машина, я тебе говорю, 200% колхоз, но ты можешь делать ее не колхозной. Знаешь, что делаешь? Отклеиваешь... Давай, перебивай, я тебе ее отдаю, забираю у тебя X6 и ты покажешь моим подписчикам, как надо было сделать. Миллион. Какой миллион? Миллион? У тебя есть миллион? Тысяча рублей здесь, братан. Тысяча. У него полторы есть, а он как обманывает наглую, прикинь, да? А ты с ним приехал? А ты с ним приехал? Эм, да-да-да. У него полторы тысячи рублей, смотри, как он накидал. Я 500 рублей хотел покушать, пойти шаурму. Ну вот, видишь, тоже понять можно. Он обманул, он мог сказать, у меня есть 1500, но я дам тысячи. Так есть, дать нет. Согласен, согласен. Все, этот, смотри, берешь, короче, черную пленку, вот смотри, твои подписчики оценят. Хотите вы такой проект, чтобы Влад сделал или нет, напишите в комментариях. Черный глянец, пленка, качественная, дорогостоящая. Берете вот эту пленку, клеите и все, вы получаете черный красивый EGT. Окей, хорошо. Снимаем эту музыку, ставим стоковую, стоковые обшивки и стоковую музыку обратно, перешиваем салон в красный. Красный такой богато-темно-красный цвет. Вот как мой X, видишь, внешний? Да. Вот такой чуть-чуть темнее красный. Давай сделаем, чтобы это ты все сделал. У меня была Z4 BMW, посмотрите, у меня на канале BMW Z4. А что за канал у тебя? Венглби. А, ты типа не знаешь. Я вообще... Как раз на удочку закинул, но не потянул. Такое бывает, Родан. Смотри, берешь красный салон, красивый, перешиваешь, получается, стоковые обшивки будут в красном, сиденья в красном и вот здесь красное. Все. Ну давай так договоримся, подожди. Я готов пойти на большой-большой риск и вот так взять свои ключи от M5-E60, отдать тебе, уехать на ней. Но M5-салон в Махачкале, может спокойно поехать и пересчитать миллион, когда ты сильно рискнул, конечно. Короче, он тебе отдает M5-E60, ее еще залога надо забрать, то есть ты еще 500 тысяч туда должен закинуть и вот эту машину он забирает. Но это тебе очень выгодно, не рискуй, Гаджи, не стоит. Ну, ну ладно, мы тут подумали, друг в друга глаза посмотрели, решили все-таки пойти тебе на встречу. Не хочешь? Не хочешь? Мне надо подумать. Реально. Ты хорошо подумай. 500 тысяч ты должен. Машина сколько твоя? Нет, ты должен. Уже я должен. Ты ничего никому не должен. Подожди, мы изначально говорим. Смотри, он что говорит? Он сначала одно, сначала мы ему одно объясняем, а он другое. Мы забираем GTR. Ладно, вот так. Закроем глаза и забираем. На все его проблемы не будем. На встречу. На встречу. Все горе берем вот на эти две головы. От души за это, пацаны. Я вижу, вижу, что ты, что вы прям. Мы здравые ребята, мы хайдем у нас жить. Смотри, даже обмануть не хотите ни разу. Я заметил. Ты смотри, берешь, ты едешь в Махачкалу, в кармане ставишь, не 500, а 580 еще. Да, 580. Стол поставить надо. Нет, 580 это процент. Надо, надо. Месяц прошел. И отдаешь 580 на валютку, забираешь M5-60 и катаешь. Зато у тебя M5-60, братан. Без колхоз. Смотри, смотри, мы тебе показываем музыку. Идиалка. Если она была бы, как мы говорим, черной пленкой на красном салоне, мы бы еще посмотрели. Алькантара потолок. Чуть уступили бы. Да, потолок тоже здесь, смотри, дешевый. Ай, блин. Да. Но вот это, вот это красиво, честно. Я старался. Все, вот это за это можно. Это аквапринт, да, честно скажи? Аквапринт. Видишь, аквапринт здесь сделал. Про тюнинги делал краснотарий, а? Да, ремни, а, желтые, только уже грязные. Вот смотри, когда красные будут эти сидения, не делай красные ремни. На красных сидениях должны быть ремни Louis Vuitton. Думаешь? Конечно. Ну, красные тоже. Нет. А, именно коричневые? Коричневый Louis Vuitton. А, так крышка от кетчупа здесь, что делать? Нет. А, то завести, да? Он вместе старт, стоп, кнопки, прикинь, да, крышку взял, говнил. Смотри, смотри. Еще написал здесь старт, стоп. Шалет, прикинь, да. А это получается тоже не карбон, да? А ты вот давай, определишь? Конечно, я скажу. Ставь свои 1500 на кон, что это? Подожди, я сейчас скажу тебе. Я сейчас тебе точно скажу. Хорошо, это карбон. Подожди. Видите, ребят? Пацаны 10 лет в автотематике, шарят. Что это? Карбон нет? Это аквапринс. Это пленка, пленка это. Пленка? Да, пленка. Сколько ставишь? 1200 ставишь? Да. Давай, Гаджи, сколько ставишь ты? Гаджи, сколько ставишь ты? Да, мне вон. Подожди, может мне показать что-то? Да, да. Вот что-то газует, хорошо. Это что? Вот это что, скажи мне? Вот это, я не знаю, может клей просто. Подожди. Дай, пожалуйста, отвертку, ключ и дрель. Э, нет, это не карбон. Смотрите, 100% не карбон, на это ставлю 1200 железо. 1200 ставишь? Что это? Это 100% не карбон, возможно, пленка, возможно, аквапринт. Что-то одно из двух. Давай, Гаджи, ты что ставишь? У тебя сколько есть сейчас? Полностью солидарен. Полностью солидарен, все, вот. Это что за ответ? Подожди, что-то вы ушли как-то мимо. Он со мной согласен. Ладно, ты знаешь, вот это что за пейджер? Не, давай, это что мы закроем сейчас. Давай, настраивается стейдж, один стейдж, два лайка. Это либо пленка, либо аквапринт. Что это? Скажи просто. Вопрос, что это? Подожди, вот это и все. Внимание! Смотри! Ваш ответ. Аквапринт или же пленка даже? Одно из двух даже? Аквапринт. Ну вот это что вы здесь, смотри, видишь? Ты же понял, что у меня? Да, клеит. Короче, это аквапринт. Это аквапринт сделали. Пацаны 10 лет в авто тематике. Сейчас дадут грамотный ответ. Шершавый. Какой шершавый? Иди посмотри, там шершавый. Мы что это забираем? Это карбон, да? Что, давай? Честно скажи. Ну ладно, уже что? Ладно, сколько? Ну что это? Карбон, да? Не, я спрашиваю, я не говорю. Я думаю, аквапринт. Ты что думаешь? Вот он сказал свой ответ. Я карбон думаю. Карбон это. Ты что думаешь? Да быстрее скажи, ты уже интриги. Что это? Брат, ты что думаешь? Скажи честно. Аквапринт. Аквапринт? Да. Ну хорошо, да, сделали? Да. Не отличишь. А сколько ты за это отдал? Вот за вот это, за вот это, за вот это. Вот здесь еще сделали. Вот. Ремни 80 тысяч. Ну смотри, знаешь, почему я говорю? Рулей еще, рулей сделали. Знаешь, почему я говорю, что это аквапринт? Потому что карбон должен быть шершавым. Не шершавым, но он должен быть. А если он под лаком, как он будет шершавым? Потому что под лак бывает вот такой. Ну вот смотри, вон там чистый карбон. С Дубая привезен. Сейчас посмотрим туда. Но я в карбоне не такой мастер. Я карбонами что ли занимаюсь. Это карбонщик, ты можешь сказать, правильно же? Ну или автолюбитель, профессионал. Я автолюбитель, профессионал. Но я карбон, это или нет, я не смог отличить, честно говорю, я не знаю. Что за кожа эта, скажешь? Не скажу я тебе, что. А, вот это. Это эко-кожа. Это, не, 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 это жесть. Точно, как ты сказал? Вот это, вот это жесть. Точно. Жесть, это жесть. Это кожа жесть. Хорошо, идем туда посмотрим. Давай. Это из баранья фрилью сделанная. Так, погнали, теперь здесь смотрим. Здесь карбон, чисто оригинал Дубая. Ладно, скажи здесь все, что, это все карбон или что-то аквапринт? Конечно, ты, о, карбон, я же вижу. Видишь, чувствуешь, это карбон, 100% я смогу. Приехал Гаджи Гаджиев, предлагает меня снять совместный выпуск. Ну, как хочешь, да. Вместе будем, да, будем вместе таксовать на чем? На нем? Давай вот так можем сделать, я не знаю. Да, надо подумать, ты начал, ты. Так, так, как сделаем? Ну, смотри, сразу прибыль пополам. Бляд, это такой момент. Ты в Анапе просто, тут все за бабки. Тут бесплатно катать не получится. А у тебя сколько подписчиков, блядь? 370, конечно. Я уже давно не снимал, так все хочу. Все просили, надо все. Инстаграм 500. Все просили просто на ГТР. И два года назад я поехал в Краснодар, снять такси. Я не договорился с ним. Спустя время судьба привела меня в Анапу каким-то образом. Прикинь, судьба как привела, вы вообще могли на нем сейчас уехать. Да вы, в принципе, можете на нем еще и уехать. Правильно? Или там все? Нет. Меня, меня, я забрал бы, я не заморачиваюсь. Он просто перфекционист. А я такой, я вот машину забирал недавно, я пришел. Я говорю, нормально? Он говорит, пороги гнилые, я поехал забрал. И забыл Патейскую через... Только когда меня остановили через месяц, я вспомнил, что Патейская где-нибудь. Да, у вас там все по-другому. Другой мир. Тонированные ездите, без прав ездить. Вы здесь сотрудника остановили? Если больше... Номерок где-нибудь? Я говорю, мы сняли с ним, а как ты так ездишь? Я говорю, ну у нас там можно. У вас там есть все можно, блядь. Но у вас есть больше тысячи подписчиков в Инстаграме, уже все, у вас отпускают. Нет, нет, нет. Нет, как раз таки медийных личностей там нормально. То есть медийные личности ездят, вб**ываются. А вот потом? Есть. И молодежь на них смотрит, и тоже ходят так же. И поэтому они не оставляют нас, и чтобы другие тоже потом не повторяли за нами. Ну я видел, как вы ездили с Муриком в Краснодаре. За это мы ответили за все, машину. Что ты имеешь в виду, МК? На старый BMW, помнишь? А, Мурик пять дней посидел, штраф получил. Пацан, который оператор был, шесть дней посидел, я три дня посидел. Но только дома ты сидел. Побежай, не сделай, не сделай. Я уехал, я уехал оттуда, но я только обратно приехал за дядькой, сразу поймали, то Джей посидел на три дня. Я не голодал, ничего не, не просто покушал, ничего не дает. Ладно, а вы машину забираете? Ее на такси, да. Но ты бы забрал машину? Я забрал, честно. На X6? Да. Она хайп-тачка, я на ней контента столько снял. Ты просто ему не можешь, наверное, чтобы он понял, может он не до конца, чтобы... Он, если он свое отстаивает, я уже никто его не перебит. Ну, может, оно и к лучшему, значит, так надо. Мы ехали, чтобы ты понимал, уже стопроцентно. Просто главный документ был, чтобы потом не было этот... Он говорил, блин, хоть бы ничего не было больше, хоть бы ничего не было больше. Он хотел, и это его мечта была. И получилось так, да. Ему важно, что там страховые, вот эти моменты. А как он тогда X6 заменял, если там более 2 миллионов выплаты было? На чём? Ну, на ней. Не знаю, он говорил, проверял, вроде всё чётко. Ну, выплаты же есть. Более 2 миллионов на этой машине, на X6. На X6? Да. Я даже первый раз ищу. Даже не спрашивал у меня ни разу. Опа, опа, опа. Смотри, это автоэксперт с вами приехал, правильно? Говори, говори, а что на цена не будет? Я не знаю. Ты ему столько сомнений в голову дал, чтобы... Вообще тебя лучше будет, мне... Руку, руку, руку. Это лучше для кого будет? Я не говорю, что ты мне должен. Тебе лучше будет и мне лучше будет. Это в целях моей безопасности, да, мне лучше отдать? Не, не, не. Нет? Ты правильно сказал. Я тебя понял. В целях своей безопасности? Вообще же, я тебе объяснять не могу по-психологически. Но ты сам, если будешь понимать, ты поймёшь это. Мне что надо понять? Чтобы если ты мне дашь, мне лучше будет и тебе лучше будет. А мне как будет лучше? Будет, ты сам будешь понимать потом. Это как? короче смотри знаешь как делаем я тебе ее отдам бесплатно но он мне отдаст x6 бесплатно а он тут причем он имеет виду что у тебя кач с ним то есть он вы не вместе не вместе он тут причем я с собой общаюсь понял будет лучше если ты мне ее дать мне и тебе вы что думаете мы думаем ты вот мало сказал за этот gtr может быть она все-таки дороже стоит может надо проехаться на ней может он тебя прокатит чё ты думаешь хочешь давай прокатимся потом ты поймешь ощущение и может цена подымется но не упадет я тебе гарантирую давай попробуем да я назад с гаджишкой сядем и мы назад поместимся да поместитесь покажи мне какой на какой самый самый быстрый машине ты ездил я ездил сколько там сил было я особо не разбираюсь как турбой ехал как турбой ехал да ты меня похвалил да за этот маневр опасно ты научился уже водить где-то да у нас видимо сейчас такое состояние чё быстро едет да хорошо ты доволен я знаю у тебя есть популярная фраза не делай да не делай не делай не делай не делай не делай хватит хватит папы хватит а где ты научил такие фантастики это у нас тут в Анапе обучают я же таксист понял и у нас школа есть такси специально нас обучают экстремальному вождению жалко боком нельзя давать почему но полный привод не желать можно ну муфта не этот не любит этого делать слегка можно делать какую-нибудь фантастику фантастику сделать необычная такая какая-нибудь вот она вот она вот она ёбаный жжет бля ха-ха-ха ше 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 с ними они боюсь кататься знаешь почему да видел не думал как он успел ахтановит как то как то И я не собака, а она в Киеве. Я знаю, что замечаю. Когда вот эту машину видят, все. Вау, вау. Вот эта машина вот так бывает. Такая реакция. Что ты вот прокатился сейчас на двух машинах. Цежка и ГТР. Тебе вообще какая зашла больше? Ну, я эту хотел бы, если честно. Но цвет не нравится мне. Но цвет исправим, правильно? Да, черный сделать. Или темный серый. Ну смотри, все от Ахмеда зависит. Я думаю, тебе надо с ним решать. Хотел бы ты назад сейчас поехать к Махачкалу на Х6 или на ГТРе золотом? Вот здесь смотри, Рассул. Я-то на ней хотел бы, если честно. Ты шею ровно не можешь делать. Вот так. Ну смотри, Рассул, ты вот так хочешь Мах есть? А он четко сядет. Мне кажется, ты прям там четко сядешь, нет? На таких машинах мочалки будут внимания делать тебе. Мочалки знаешь, кто ты? Знаешь? А как сказать, помягче, куртизанки. Смотри, люди, как внимание делают на эту машину. Чисто из-за этого, вот направо смотри. Да. Осторожно, 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 осторожно. Бу. Владислав Игоревич, куда автомобиль вычислили? Пока не знать. Сейчас, наверное, я поеду туда поставлю, в туалет. Че? Давай. Ты кайфанул? Пиздец как ты кайфанул. Деньги есть? Есть. Давай. Я наоборот думал, ты мне дас деньги. За что? Это он мне надо. Ну, за то, что я с тобой катался. В смысле? Подожди, я ему заплатить должен за то, что он со мной катался? Он тут при чем? Подожди. Это потому что мои деньги. Я ему все деньги сейчас отдам. Ты же мне должен. Я вообще-то в машине спал, вешал с вами кататься. Я думаю, вы мне нормально бабки дали. Вы его потревожили. Ты че? Да. Сударь. Это че, вы меня лохануть сегодня хотите? Подожди, нет. Заработать, я же выполнил свою работу. Ну, я с вами кататься пришел, заплати мне, брат. Так не бывает. Подожди, ты в такси сел. А. Клиент же должен платить водителю, а не водитель. Я же тебе не дешел, кобра, с тобой кататься. В смысле? Ты такси вызвал? Нет. Кто вызвал меня сейчас? Мы не вызвали. Мы тоже. Они сказали, идем кататься, там нормально будет, сказал. Делай их нормально. Я же просто-то... Ну, знаешь, че я иду, про понятное взгляд, все. Нормально делай, нормально будет. А, все, тогда извиняй. Давай. Извини. Оставь ему, прости на этот раз, Расул. Да. Пускай этот. Мы к нему в гости все-таки приехали, поэтому оставим его, не возьмем у него деньги. Ну, его и так оставим, видно хороший парень. Воспитанный такой. Спасибо. Слава алейкум. Спасибо. Это я честно сказал, брат. Че, выходим? Он честный нужен. Вот он сейчас прокатился, мне кажется, он задумался. Да, честно. Обычно, да. Задумался. Не знаю. Мне кажется, он задумался. Сейчас просит, он тебя зовет. Да. Ответственный момент. Да. Ты точно про то говоришь? Это, в смысле, там, где типы танцуют. Голубы. Да, где мочалки. Типы? Да. Мочалки, да. Пацаны. Пацаны танцуют. Да, нет. Ванега там есть. Он тебя зовет туда. Ну, типа, той темы. Не, 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 мне это неинтересно. Только что сказал нормальная тема же. Ну, тема девушки, я сказал. И прикинь, мы сейчас на X67. К типам, таким накачанным, понял? Накачанные типы, стриптиз, сюда-сюда. Нормальная тема? Давай сделаем там. Мужской стриптиз. Все, дай себе. Не, мужской не надо. Идем мужской стриптиз, правильно? Не, не. Да хусим какая разница. Тебя не поймешь вообще. Ну, там найдешь, что ли, мочалка хорошая. Я тебе найду самую ебучую тёлку, хусим. Тогда хочу, брат, сделать что-то. Не ху делать. Давай договор купли-продажи. Да, да. Лям тоже дай ему, отправим его домой. Да, лям много, понимаешь? Машины тоже здесь останутся, брат. Лям реально много. Их домой отправим, нормально будет всё. Короче, тебе надо с ними решать что-то, слышишь? А то мы тут уже в натуре завесли. Я тебе с кутелку. Два метра роста, кобыл у тебя найдут, пиздец. Ходишь, всё, ходишь, всё. Это реально кристаллик. Я пошутил, брат. Мы ЗОЖ, спортсмены, ты чё? Я мастер спорта, это вообще мой менеджер. Видишь, у него только торчит, тут немного что-то мешает, понял? Спортсмены так не бывают. Это броня у него? Тебе много бегать. У меня ванкрузер 200, мне надо, чтобы упирался. Нет, тебе бегать надо. Короче, долго. Слышишь? Мм, чё делаешь? Миллион? Полтора. Минус. Миллион минус. Привод, привод минус. Минус привод. Минус 500. Хочешь, я тебе, ну реально, пойдём, скажу как есть, пойдём. Давай. Смотри, ты сломал привод, правильно? Да. Сломал, зачем? Ну, я хотел, да. А, хотел сломать. Моя ж машина была. Соглашусь. Смотри, короче, я даю тебе золотой Ниссан ГТР, легендарный. Он не золотой, он в золотой плёнке, золотого цвета. Золотого цвета, по ПТС даже. Короче. Эй, короче, что ты делаешь? О! Изда... Ты чё, зачем ты сказал, а? Он сам заметил, вот сейчас, я тебе клянусь к словам говорю. Зачем ты клянёшься? Ну, чтоб ты верил. Нормальные аргументы у тебя? Да, зато он не верит, когда клянусь к словам. Я тебе последний вариант предлагаю? Не, он хороший парень, но нормально сделаем. Нормально сделаем? Тем более, вот ты и знаешь, да? Не первый день. Я даю 500 тысяч. Вы уезжаете на ГТР, оставляете мне Х6, я ебу с этим приводом. И тебя везём в баунти. Я тебе это гарантирую, обещаю. Тебе надо женский стриптиз, надо мужской сделаем. Какой хочешь, какой... Хочешь, вместе сделаем. Какой по кайфу, такой сделаем. Давай, сделай. Всё, теперь иди общайся с ним. А, машина не машина? Иди, да, иди доставай. Общайся с ним. Договор купли-продажи. ПТС, машину доставай, и мы делаем. Но ему машина не нравится. Как не нравится? Ему нравится. Ему денег не нравится, что не то, что он хочет. Сделай его тоже довольный. Я поднял цену на 100 тысяч. При том условии, что машина сломалась по дороге. Ты же говоришь, я хороший парень. Я же правильно делаю. Я цену поднял на все минусы. Я, честно, машину вашу даже не смотрел. Ты видел? Я на ней просто проехался, и всё. Я даже её не обсматривал, капот даже не поднимал. Правильно? Правильно. Поэтому, ну, это твой друг, брат. Это племянник. Твой племянник, тем более, это родной человек. Поэтому тебе надо делать красиво. Ты, как старший, должен на него повлиять. Правильно говорю? Давай, решай вопрос. Я тебя верю. И баунти тебя ждёт. Баунти тебя ждёт. Я тебе обещаю. Я могу сказать. Да. Ты можешь ему дать совет. А, да, он сам уже, да. Ты можешь дать ему важный совет, как старшего. Сделай красиво, Расул. Ага. Всё, ждём, пацаны, ждём. Очень тяжёлые торги идут. Даже малые в ахуях. Да. Чё, да. Всем привет. Кому? Подписчикам. А вы кто? А мы подписчики твои. Да? Передай привет. Всем привет. Чё, ты вот посмотрел вживую пацанов, увидел? Нормальные все ребята? Вообще, я в шоке. Да? Ты чё скажешь? Самый лучший Влад Чукури. Красавчик. О! Золотые слова. Ладно, всё. Отключаемся пока. Временно. В итоге, Ниссан ГТР остался в Анапе. Ребята уехали домой на своём ИХ-6М. И через несколько дней его продали. Ну, надеюсь, это к лучшему. На этом видео подошло к концу. Надеюсь, вам понравилось. Не забудьте поставить лайк этому видео. И подписаться на мой канал. Это меня очень мотивирует. Следующее видео будет, как я, на C63 АМГ. Буду танцовать. Это будет вторая часть. Видео, надеюсь, скоро выйдет. Также не забываем подписываться на мой Телеграм-канал. Ссылку я оставляю вот здесь внизу. И также ссылка будет в описании. Там я немного больше выкладываю интересного контента. Поэтому, ребят, туда тоже подписку надо обязательно оформить. Ну, всё. На этом видео подошло к концу. Всем спасибо. Всех обнял. Пока-пока.